Милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславство грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, а кого истинно блажите тебе Богородицу, присноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашему, счастнейшую херувим и славнейшую, воистину серопим без истления Бога, Слово Родишу Иисущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради причистой Твоей Матери, Силы Честного Животворящего Креста, Святых Ангелов наших Хранителей, И всех ради святых помилуй, Спаси нас, яко благое си человека любец. Аминь. Божьей милостью будь мне грешному, Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастая согрешил Господи, Прости меня грешного и помилуй. За молитвой святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради Боже, очисти меня грешного, яка не коли же благое сотворих пред Тобою Но избави меня от лукавого, и да будет и мне воля Твоя Да неосужденно отверзу, ста мои недостойно Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа Ныне и присно и во веки веков, аминь Царю Небесный, Утешителю Души Истинные Иже везде Сы, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю Прииди и вселися вны, и очисти меня от всяких скверных Спаси блажи души наши Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святый, посети и всели немощи наше имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь Отче наш, иже и Си на небесе, да светится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли Хлеб наш насущен, дашь нам днесь И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь В уставшие от сна припадаем тебе блажангельскую песню, пиемте сильный Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь на воздвигом, если Господи Умой просвети и сердце уснемой и отверзивая, ежепетите, Святая Троица Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас И ныне и присно и во веки веков, аминь Внезапно судья приидет, и кое-го же деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй А сна восстав, благодарю тебя, Всесвятая Троица Как и многерая Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на нырнивых греш, не погубил меня с беззаконием моими Но человеколюбцов, если обычно, и в ничиане лежащего возвиг в меиси Вое же утренче словословите державу Твою И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные Отверзи мои уста, поущайте со словесем Твоим И разумите заповеди Твоя И творите волю Твою И пейте Тя во исповедание сердечным И воспевайте все святое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно и во веки веков Аминь Придите поклонимся Цареве нашему Богу Придите поклонимся Христу Цареве Богу нашему Придите поклонимся И припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве И Богу нашему 81 Псалом Бог стал сонми Богов Среди Богов произнес суд Да коли будете вы судить неправедно И оказывать лицеприять нечтивым Давать суд бедному и сироте Угнетенному нищему Оказывать справедливость Избавляйте бедного нищего И сторгайте его из руки нечтивых Не знает, не разумеет В отме ходят Все основания земли колеблются Я сказал Вы Боги И Сыны Всевышнего Все вы Но вы умрете как человеки И пойдете как всякий с низей Восстань, Боже Суди землю Ибо ты наследуешь все народы Боже Не примолчи Не безмолвствуй И не оставайся в покое, Боже Ибо вот враги твои шумят И ненавидящие тебя подняли голову Против народа твоего Составили коварный умысел И совещаться против хранимых тобою Сказали Пойдем истребим их из народов Чтобы не вспоминалось более имя Израиля Сговорились единодушно Заключили против тебя союз Селены Селения и Домовы И измолитяне Маав и Агаряне Гивал и Омон И Амалик Филистемляне Жители Метира И Ассур пристал к ним Они стали мышцами для самофлотовых Сделаем то же Что Мадиаму Что Сесари Что Явину Поток Акисона Которые истреблены в Эндоре Сделали с навозом для земли Поступи с ними С князьями их Как Саривом И Зивом И со всеми вождями их Как Зивеем И Салманом Которые говорили Возьмем себе во владение Селения Божия Боже мой Да будут они Как пыль в вихре Как солома перед ветром Как огонь сжигает лес И как пламя опаляет горы Так погони их Бурю Твоею И вихрем Твоим Приведи их смятение Исполни лица их бесчестием Чтобы они взыскали Имя Твое Господи Да постыдятся И сметутся навеки Да посрамятся И погибнут И да познают Что Ты Которого одного имя Господь Всевышний над всей землею Как вожделено Жилище Твоих Господи сил Истомилась душа моя Живая во дворы Господни Сердце мое И плоть моя Восторгается К Богу живому И птичка Находит себе жилье И ласточка Гнездо себе Где положить Пинцов своих У алтарей Твоих Господи сил Царь мой И Бог мой Услышь молитву мою Внемли Божий Яковлев Божий защитник наш Приникни И призвей на лицо Помазанька Твоего Ибо один день Во дворах Твоих Лучше тысячи Желаю Покрыл все грехи Покрыл все грехи Его Отъял всю ярость Твою Отвратил Лютость Гнева Твоего Восстанови нас Боже Спасение Нашего И прекрати Негодование Твое на нас Неужели Вечно будешь Гневаться на нас Простерешь Гнев Твой От рода В рот Неужели Снова Не оживишь Нас Чтобы народ Твою Возрадовался Тебе И вином Господи Милость Твою И спасение Твое Даруй нам Послушаю Что скажет Господь Бог Он скажет Мир народу Своему И избранным Своим Но да не впадут Они снова В безрассудство Так близко Боящимся Его Спасение Его Чтобы обитала сила Чтобы обитала слава В земле нашей Милость И истина Сретятся Правда И мир Облобызаются Истина Возникнет Из земли И правда Приникнет С небес И Господь Даст благо И земля наша Даст плод свой Правда Пойдет перед ним И поставит На путь Стопы свои Слава Цуи Сыну И Святому Духу И ныне Присно И во веки веков Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Божия Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Божия Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе Божия Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне Присно И во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Своему многу любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, То ты не будешь благодатью и даром, Но более делом. Ей многие щедротах и не изречены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет И не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, То верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо этого дела да вмеется мне, Боже мой, Потому что совершенно не найти дела оправдывающих меня. Но это вера. Да будет прежде всего. Да ответит за меня. Да оправдает меня. Да я ведь причастникам славы Твое вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово. Что торт меня Твоих руки оградой. Ну или хочу, спаси меня. Или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее. Скорее. Погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил Матери моей. Всподобие меня, Господи, Возлюбить Тебя теперь так же, Как возлюбил я когда-то свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, Без лени, усердно, Как прежде потрудился с сатане Пречающему. Особенно же Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Соса Христа Во все дни жизни, Ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Постану хранить мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня, грешного, И не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности взлома демону Подчинить меня себе преобладанию От этого смертного тела. Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения. Остану хранитель и покровитель бедному души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, Защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского, Чтобы мне не пронимать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, Своими святыми всесильными молитвами Отгони от меня смиренного и несчастного раба твоего Уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удалите скверные, лукавые и хульные помыслы Из закаянного моего сердца И помраченного ума моего И погаси плавимые страстей, Ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний, Ибо Тебя благословляет все роды И причисто имя Твое славится Во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас. Святые угодники Божии Игнатий Владимир, Надежда, Гликерия, Ибо мы усердно к вам прибегаем Скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, Обрадана Мария Господь с Тобою. Благословена ты в женах И благословен плод чрева Твоего, Яко родилась и Христа, Спаса и Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, И честного животворящего Креста Господня, Не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояния Твое, Победа на сопротивные дары, И Твое сохраняй крестом Твое мжительство. Спаси, Господи, помил отца моего духовного, Родителя и сродника, благодетель, Митрополита Иллариона, Епископа Евтихи, Вениамина, Гафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Акима, Павла и Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Господи, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Митрополита Тихона и весь священнический иноческий чин и высшие истины служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иногда еще священникам, если угодно тебе, смири власти воинства, их наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей, побуди их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся и сохранить от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзанов, Владимира, Александра, Радагена и Амана и дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас в этот день от всякого рода зла и греха и непосильных искушений. И защити и сохрани жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапима, Владимира, и брати. Благослови Людмилу, болящую любовь. Благослови Владимира, Алексея, Иосифа. Пришли добрые жители с детьми, любящими и знающими уставы твои совершенную. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Ища, да их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину. И побуди всех на проповедь Евангелия. Найди новые души. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахирь, Ездру, Рустика, и Тимура, брати, Самир, найди. Сергей, Сергей, Александр, Александр, Екатерину, Екатерину, Галину, Богословистским познакомлюсь, Кому возвестили Слово истины. Да даст это обильный плод. Возри на угрозы врагов, На все пакости, Какие они творят, На их лживое поношение. Обрати их, Жалься над ними, И в судный день Не помяни их безумия, И примири их с нами. Посети благодетели наших, Воздаем добром Всей жизни и в будущем, Елену, Людмилу, Обрати Евгения, Наталью, Дмитрия, Сергея, Путешествующих, Раису, Льва, Виктора, И возврати их Жилищем, Если угодно, И тебе. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, Потерявшегося Александра, Найди его, Господи, Живой ли он, Не дай ему погибнуть. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, Упокой, Господи, В обителях небесных, Усопших, Отец и братья наших, И же с верой, Надеждой на воскресенье Жизнь вечную, Отошедши от жизни сей, Ибо нет человека, Который же я на земле Если грешил бы, Родителей, Сродников, Благодетельных, И всех православных Христиан, Спаси и помилуй, И нас помилуй, Милости твоей, Я ради. Посети болящих, Дай силу Перенести страдания. И пошли мы В исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Анну, Неанилу, Неанилу, Надежду, Татьяну, Татьяну, Нину, Александру, Марину, Благодарю Тебя, Господи, За здоровье И за болезни, За друзей И за врагов, Ибо по Твоему благоволению Все это может оказаться На пользу. Слава Тебе, Боже наш, И сохрани Наше сокровище, И воздай добром Тем, Кто помогает нам Там быть В интернете. И книги здесь, И в пути Трудящихся, Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Игорь, Игорь, Сергей, Сергей, Андрей, Андрей, И Вячеслава И Содружества Его благослови. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Слава Тебе, Наш Бог и Его, Абва, Отче. Свят, Свят, Свят Господь, Саваок. Вся земля полна, Слава Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, На земле мир, Человека благоволения. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, За тот день, В который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобой, Ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, В который дал мне Святую Библию, Указал на толкование святых отцов И на каноны церкви, Как на истину. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами своими. Господи, Воздай добром здесь и в вечности Всем помогавшим нам В миссионерской поездке. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Надежду, Людмилу, Дмитрия. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога о мне грешен. Добрый мой ангел, Благодарю Тебя, Столько лет Ты хранил И защищал От видимых и невидимых Опасностей. Не покинев смертный час, Когда душа будет разлучаться от тела, И проведи душу мою помытарством, И введя навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. И романа из Бабы от Духа лжи, Благослови Виталия, Никиту, Дар и духовное рождение, И желание трудиться в поте лица, Дабы было из чего уделять и нуждающимся. Этого Петра, Желающего помочь, Благослови, Дабы не было никакого обмана. Слава Тебе. Ян Креститель, Претеча Христов, Моли Бога о нас. Научи нас, Господи, Жить и в бедности, Имея пропитание и одежду, Быть благочестивым и довольным, Никогда не роптать, Никому не завидовать, И во всем быть экономным. Чтобы помогать, То иметь нужду в этом нас. Слава Тебе. Святитель Христов Никола, Мердекийский чудотворец, Моли Бога о нас. Да укрепит нас Господь, И дарует жажду, И следует священное Писание, Ибо через них мы думаем Иметь жизнь вечную, А они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, И ты, пророки Божий, Илья, Елисея, Инух, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Езра, Нееми, Амус, Науми, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрок, И пророк Михея, Авраам, Исаак, Иааков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными иле добрых дел, соделанных духе святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, всенебесные силы, престолы Божьи предстоящие, мы святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Назарует нам Господь желание исследовать священное Писание. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, поликамсминский, иусин философ, Космай и Дамиян Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец Пантелеемон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Леонимин и Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь, да сохранит нас, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, устарши родителей, это такое ложное воспитание детей. Молите Бога, Анасты и Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоус, Афанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл, Имеподий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь в святой православной вере, А замыселитиков, Разруши Господи, И в нищу преврати. Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фёкла первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна Устина, Да дарует Господь Женам и Дел, Послушание И Молчание, Соломудрие И Стыдливости, Сохрани их отеческого поругания, Исправь мне покоримость Галины, Семейства, Евгения, Надежды, Людмилы И Анны. И прими нашу молитву, Воздиание рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом, Благодати Твоей, Господи, Мы умоляем Тебя, Соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле, О, всемогущий Создатель, Которого нарисают Всевышним, Услыши молитвы всех, Молящихся о нас, Во благо нам, И исполни их, Любящий наш Отец Небесный, Ради Голгофских страданий, Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, И пролито им крови за нас, Прими нашу молитву О всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, И помилуй, И найди новые души, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка слушает И дослышит раб Твой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аминь. Доброе утро всем. Вчера сообщили, У нас Анна Кузьминична Ельникова умерла. Искренняя, хорошая сестра, Верующая. Так что помяните Анна. Сергей Павлович, Который ты две группы по 12 послал, Я все скачал. Спаси Христос. Подберите у кого что осталось, Ну, делайте группы, Посылать на меня или где там. Делать так и заголовки делать, Как вот Сергей Павлович делает. Прослушайте один ролик. Некоторые не объясняют, Из какой папки взято. Другие забывают сказать там, Что книга это открытым оком. Просто номер называют. Эти упущения навсегда остаются. Ну, посмотрите. Нетрудно же открыть и посмотреть. Все на этом. Ап-то, да вы думали люди, говорит. Ап-то, может быть, его и нет ничего, говорит. Ну, нет, как нет. Когда богач мучается в воде, В огне и просят язык прохладить. Одной каплей. Ничего себе придумала. Христос говорит еще, Это ты права или Христос прав? Ты что, городишь? Еще в раю было сказано, Смертью умрешь. Ад, это огонь. Оттуда никто не вышел еще. Поэтому при жизни надо Меняй свой характер. Прости Бога, чтобы рождение свыше Бог тебе дал. А ты все это, и лицо корежешь, Не по-твоему. Кто ты такая? Отвергнись себя, это первое правило. Себя раздавить. Ты все желания свои, Там ущешься где-то. Нельзя этого делать. Ты Сегодня уже Собирай добро для Бога. Потому что можешь умереть рано. Все эти игры кончатся. Я тоже не думал, что столько проживу. Мне было пять лет, А у меня сердце схватывало, Я не могу дыхнуть даже. Стою, как рыба на льду. А вот видишь, сколько прожил. Ты неблагодарная. У тебя это есть. За тебя так заботятся. Дядя Вова везде все приносит. Чего ты все притрешь? Так где платочек? У меня нету. Надя, Она нужна соплина. Ты еще платочек не можешь сделать? Не, ну-ка. Ну иди вытирай нос. Приши карманы везде. Сколько у меня в лагере детей? Все карманы пришить. Она рукой вытирает. Еще чего не хватало. Так, давайте сидеть, слушать. Не надо мне сейчас еще не... Ну зачем ко мне лезть? Ко мне-то я не слышу все равно. Ну смей, умягчи себя. Пришить карманы, чтобы платочек был. Научи вытаскивать быстро. Ничего не сделаешь. Послушание, молчание. А эти ваши слова, они ничего не меняют. Сопли мотают на кулак. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слушайте внимательно, Надя. Ты сиди здесь, с душой рядом. Не уходи. Сядь туда рядом. Книга «Открытым оком». Том 26. Вопрос 3800. Так, прошу прощения. Вот я уже читал. Так, как раз у меня в textbook. Напрашиваю. А вот я сейчас не делаю. Смотрю. Опускайте. во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком том 26 вопрос 3858 тема смерть осознание краткости жизни приходит тогда когда большая часть ее уже позади почему так трудно поверить совершенно очевидную истину что жизнь это одно мгновение отвечает Игнатий Тихонович Лапкин вокруг нас постоянно слышится что кто-то погиб в пути кто-то сорвался сгорел убит и разве трудно себя представить на том месте природа напоминает ежегодно о законченности цикла это же ежедневно к вечеру познается и выложимся спать как в гроб все зависит от нашей веры если человек верит искренне в бога тогда ему легче подниматься осень листы ощипалась дерев и не седой на траву упадал стадо тогда шуравлей собралось а чтоб перелететь в теплую дальнюю страну за море жить один белый журавль нем и уныл при горюне сидел ногу стрелой перешиб ему ловчий радостный крик журавлей он не множит бодрые братья смеялись над ним я не виновен что я охромел нашему царству как вы помогал вам надо мной хохотать бы не должно не презирать видя бедство мое как мне лететь отымает возможность мужество силу притяжка болезнь волны несчастному будут мне гробом ах для чего не пресек моей жизни ярый ловец между тем видит ветер стадо взвелося и скорым полетом за море в миг прилететь поспешает бедный больной на заде остается часто на листьях плавущих в водах он отдыхает горюет и стонет грусть и болезнь в нем все сердца снидают мешков он много летя помаленьку землю узрел вожделенную но душою ясное небо и тихую пристань тут всемогущий болезнь излечил дал жить в блаженстве в награду трудов многие ж насмешники в воду упали увы стенящие под тяжкой рукою злосчасти и бед исполнены тоскою клянете жизнь и свет любители добра уже надежды нет мужайтесь бодрствуйте и смело протекайте там лучшая страна там мир вовек живет там юность вечное блаженство там вас ждет тысяча восемьдесят тысяча восьмисотый год о родище книга его 41 человек рожденный женою краткодневен и присыщен печалями и и в 25 веселье беззаконных кратковременно и радость лицемерно мгновенно зачем подожди не лицемерно линия мира и радость лицемера мгновенно благодарю зачем вы дни сказал поэт а я спрошу зачем вы ночи зачем ваш мрак сгоняет свет и занавешивает очи и так жизнь наша коротка и время годы быстро косит а сон из этого клочка едва не треть еще уносит счастливцу сон он у него часы блаженство похищает а на лету и без того он их так мало значит насчитает счастливцу сон разрыв совсем чем сердце радостью дышала как мертвый слепу на глух и нем души как будто не бывало смерть называют вечным сном а здешним временно мертвее зачем нам спать когда потом мы вдоволь выспаться успеем когда пьяс счастьем был знаком о как бы сон я ненавидел но клад мой на святыню в нем я посягателя бы видел страдайцу сон же не с руки . Но клад мой на сватыню в нем я посягателя бы видел, Страдальцу сужени с руки, средь тяжких дум, Средь грозных мраков на одр недуга и тоски Не сыплет он прохладных мраков. Весь мутный на одр недуга и тоски Не сыплет он прохладных маков. Весь мутный ил, которым дни заволокли родник душевный, Из благ обломки их одни, разбитые волною гневной. Всплывает все со дна души в тоске бессонницы печальной, Когда в таинственной тиши, как будто отзыв погребальный, Несется с башни бой часов, и мне в тревогу и смущение Шум собственных моих шагов, и сердца каждое биение. Ум весь в огне, без сна горят неосвежаемые очи, Злость и тоска меня томят, и вопию. Зачем вы ночи? 1863 год, П. Вяземский Псалом 38,6 Вот ты дал мне дни, как пяди, И век мой, как ничто пред тобою, Подлинна, совершенная суета, Всякий человек живущий. И вот двоя во мне, как тигр со львом, Проснулись и бьются друг со другом, И я в борьбе расслаб, отяжелел, И плоть моя сгустилась во мне. Я тяжесть тела слышу на себе, И чувствую, что я хожу под ношей, И чувствую, земля влечет меня, Сося в себя, как змей свою добычу, И с каждым днем встаю, Врастаю больше в землю, Пока совсем зароюся землей, И слышно мне вкушенье острый яд, Как тонкое начало разрушения. Из кости в кость, Из жилы в жилу ходит, И изменяет весь состав мой прежний. Не тлень я, сын, Я обрастаю тлением, Чувствительность под чувственностью стонет, И на живо ношу я мертвеца. 1840 год, Ф. Глинка Притча 16.32 Долготерпеливый, лучше храброго, И владеющий собою, Лучше завоевателя города. Иакова 1.26 Если кто из вас думает, Что он благочестив, И не обуздывает своего языка, Но обольщает свое сердце, У того пустое благочестие. Если кто из вас думает, Что он благочестив, И не обуздывает своего языка, Но обольщает свое сердце, У того пустое благочестие. И крики орги и гимны ликования В сиянии праздничном торжественных огней, А рядом жгучий стон мятежного страдания, И кровь пролитая, И резкий звон цепей, Разнузданный разврат, Увенчанный цветами, И труд поруганный, Смеющийся глупец, И плачущий в тишине, Зримыми слезами, Затерянный в толпе, Непонятый мудрец. И это значит жить, И это перл твоения, Разумный человек. Но в пошлой суете И в пестрой смене лиц Ни мысли, ни значения, Как в лихорадочном И безобразном сне. Но эта жизнь томит, Как склеп томит живого, Как роковой недуг, Гнетущий ум и грудь. В часы бессонницы томит, И жжет больного, И некуда бежать, И некогда вздохнуть. Порой прекрасный сон Мне снится, Предо мною Привольно стелется Немая даль полей, И зыблются хлеба, И дремлет над рекою Тенистый сад В цветах и золоте лучей. Родная глушь моя Таинственна и внятна Зовет меня прийти В объятия свои, И все, что потерял я В жизни невозвратно, Вновь обещает мне Для счастья и любви. Но не тому сложить Трудящиеся руки И дать бездействовать Тревожному уму, Кто понял, Что борьба, Проклятия и муки Не бред безумных книг, Не грязится ему. Как жалкий трус Я жизнь не прятал За обманы, И не рядил ее В поддельные цветы, Но безбоязненно Взияющие раны, Как врач и друг Вложил пытливые персты. Огнем и пыткою Правдивого сомнения Я все проверил в ней, Боясь себе солгать, И нету для меня Покоя и забвения, И вечно буду я Бороться и страдать. 1882 год. Нацин. 2 Петра 2, 13-14 Они получат возмездие За беззаконие, Ибо они полагают Удовольствие Во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, Они наслаждаются Обманами своими, Пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены Любострастия И непрестанного греха. Они прелещают Неудвержденные души, Сердце их приучено К любостяжанию. Это сыны проклятия. Как будто все всем надоело, Застыли чувства, Ум зачах, Ни в чем, нигде Живого дела, И лишь по горло Все в делах. Средь современности Бесцветные Вступили в связь Добро и зло, И равнодушье Незаметно, Как ночь Нас всех заволокло. Нам жизни Скорбь и не утеха, В нее наш век Лишь скуку вонес. Нет в этой Пошлой шутке смеха, Нет в этой Жесткой драме слез. Порой Как сил Подземных Взрывы Нас Весть Беды Всколышен Вдруг. И Быть Беспечный И ленивый Охватят Ужас И Испуг. Или Вдруг Родится Мысль Больная, Что Людям Надобна Война, И Рвемся Мы К войне Не зная Ни Почему, Ни С Кем Она Но Чуть Лишь Мы Затишь Ю Веря От Передряги Отдохнем Как Страх И Злая Похоть Зверя Уж В Нас Сменились Прежним Сном И Вновь Унылой Мглой Одетые Дни Скучно Тянутся Чередой Как Похоронные Кареты За Гробом Улицей Пустой. Алексей Жемчужников 1887 Год Притчи 1.32 Потому Что Упорство Невежд Убьет Их И Беспечность Глупцов Погубит Их Исайя 32.9 Женщины Беспечные Встаньте Послушайте Голоса Моего Дочери Беззаботные Преклоните Слух К моим Словам Как Хорошо Проснуться Утром Дома Где Все Казалось Бы Вам Издавна Знакомо Но Где Так Празднично Вяв Переходит Сон Как Будто К станции Подходит Ваш Вагон Вы Просыпаетесь От Счастья Словно В детстве Вам Солнце Летнее Шлет Миллион Приветствий И Стены Светлые И Ярко Желтый Пол И Сад Пронизанный Насквозь Жужжанием Пчел Маршак Первое Паральпоменон 16 33 Далекуют Вместе Все Дерева Добравные Пред Лицом Господа Ибо Он Идет Судить Землю Псалом 95 12 Да Радуется Поле И Все Что На Нем Один Вопрос Сколько Порезий Всякой Из разных Это Багреев День И Кушенко Я Сумел Так Делать Без Его Помощи Я Ничего Не Делаю Слушай Какие Вопросы Не Даю Бумажки Не Подавали Мешочки Соберали Где-то Они Сгорели Тогда Не Остановили Меня Еще Были Не Было Во Во Имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Смерть Тон 27 Вопрос 3882 В Каком Случае Можно Рассказывать Гонителям О Своих Братьях По Вере А Когда Молчать Насмерть Что Можно Сообщать Гонителям О Себе О Чего Нельзя Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Никогда Не Рассказывать Ничего Если Даже Будешь Говорить Хорошее Враги Тут же Поймут Что Этого Хорошего Нужно Найти И Убить Как Сказано В Талмуде Убей Лучшего Христианина Кто Был Кто Был Когда Где Ни Слово Будут Делать Вид Что Уже Много Знают И Если Что Расскажешь Облегчишь Свою Участь И Их Но Это Обман Они Всего Никогда Знать Не Будут А По Крохом Которые Мы Изо Рта Вываливаем Составляют Общую Картину Все Равно Найдут Все Равно Убьют Но В этом Я Не Помощник Врагам О Себе Можно Сказать Как Обратился О Радости Во Христе И Ни Слово Где Книги Где Люди Где Церковь Где Священство Ни Единого Слова Чтобы Не Стать Иудой Читай Житие Святого Себастьяна И Других Что Павел Рассказывал На Допросах Как Встретился Со Христом Как Жил Христианином И Нигде О Братьях С Кем И Где Был О Том Ни Слово Деяние 26 5 Они Издавно Знают Обо Мне Если Захотят Свидетельствовать Что Я Жил Фарисеем По Строжайшему В Нашем Вероисповедании Учению Мы Ждем И Не Дождемся Сроков Сей Бедственной С Нечестием Борьбы Твоих Зарезали Пророков Твои Разбили Алтари Проснись Бог Сил Заговори Нет Места Для Твоей Святыни И Я Теперь Жилец Пустыни Я Плачу Пред Тобой Один А Ты Им Терпишь Властелин Земли Морей Облаков Ты Терпишь От Своих Рабов 1826 Год Ф. Глинка Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга Открытым Окол Тема Смерть Том 27 Вопрос 3933 Если Давид говорит, что дней жизни человеческой 70 лет, то почему в России не доживают до этого врученного срока, а вне христианской Японии живут дольше сего срока? Отвечает Игнатий Тихонович Хладкин, если на плоской крыше не сделано ограждение, то рано или поздно кто-то низвернется с нее. Когда отняли веру в Бога, потерян был смысл жизни, вот и прячутся, кто в горлышко бутылки лезет, кто в петлю. В Японии знают, что они живут только один раз, и потому берегут здоровье свое и всей нации. Российские жемчужины вымирают. Этот факт необходимо осмыслить и понять, почему это происходит. Зададим себе два традиционно русских вопроса. Так, простите. Это цитата. Российские мужчины вымирают. Этот факт необходимо осмыслить и понять, почему это происходит. Зададим себе два традиционно русских вопроса. Кто виноват и что делать. Население Российской Федерации стремительно вымирает. За минувшее десятилетие количество живущих в России сократилось на 9,5 миллионов человек. Только за прошлый год россиян стало на 700 тысяч меньше, запаса прошлой на 800 тысяч. А по расчетам экспертов ООН, население Российской Федерации к 2050 году с нынешних 143 миллионов снизится до 100 миллионов человек. Еще в 2001 году Россия занимала 100 место по продолжительности жизни. Уже тогда безнадежно отставая от десяток самых развитых стран мира. Русские мужчины умирали на 15-19 лет раньше, а женщины на 7-12 лет. Сейчас же, если верить исследованиям, мы скатились на почетное 122 место в мире, где находясь где-то на одном уровне с такими странами, как Гайяна и Северная Корея. Столь плачевных показателей Россия добилась в основном из-за чрезвычайно высокой мужской смертности. Даже в Бангладеш, простите, Россия добилась в основном из-за чрезвычайно высокой мужской смертности. Даже в Бангладеш мужчины живут дольше. По данным официальной статистики, средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 58,6 лет, в то время как у женщин данный показатель равен 73 годам. Примечательно, что еще в 1990 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 63,4 года. Таким образом, разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в нашей стране превышает 14 лет. Тогда как в странах, близким нам по экономическому развитию, этот показатель не превышает 4-7 лет. Неофициальные данные еще менее утешительные. Как заявил в одном из своих недавних выступлений академик Николай Герасименко, мужская смертность в России в 4 раза превышает женскую. 80% смертей в рабочих возрастах приходится на мужчин. В результате сокращения населения ежедневно Россия теряет 2 деревни, а в год небольшую область. Руководитель Центра демографии и экологии человека Анатолий Вишневский высказывается на этот счет более категорично. По его словам, сейчас уровень смертности в России сопоставим с уровнем начала 20 века в царской России, а потери здоровых мужчин, сходные с потерями СССР в годы Великой Отечественной войны. Причины вроде лежат на поверхности. Распад Советского Союза и как результат распад системы здравоохранения, закрытие предприятий, невыплата зарплаты, инфляция и валютный кризис, которые уничтожили накопление. В итоге стресс, который ведет к заболеваниям и смерти. Но влияние стресса на смертность мало изучено, так что остается статистика. Самой частой причиной мужской смертности считаются сердечно-сосудистые заболевания. И уже потом с сильным отставанием идут такие причины, как насильственная смерть, суицид, количество самоубийц среди мужчин у нас в 6 раз выше, чем у женщин, катастрофы и так далее. Но что скрывается под общим диагнозом болезней сердца? Здесь и чрезмерное употребление алкоголя, и курения, и наркомания, которые ведут к сердечным заболеваниям. Отметим, что с окончанием антиалкогольной борьбы и до настоящего времени потребление алкоголя растет, а средний возраст мужчин снижается, и все это происходит на фоне демографической катастрофы. Низкая рождаемость, 1,3 ребенка на одну женщину и высокое количество абортов. Только официальная статистика – полтора миллиона нерожденных детей в год. Кто-то видит решение проблемы в улучшении экономической ситуации, которая должна привести к увеличению рождаемости и продолжительности жизни. Кто-то в миграции населения из соседних стран. Но пока с решением этих вопросов дела обстоят так же, неважно, как и с демографией. Экономика не растет, и уровень жизни существенно не повышается. А миграционный поток с начала 90-х падает, хотя эксперты пророчат в долгосрочной перспективе массовую миграцию из Китая. Так как же спасать наше народонаселение, нашу страну? Прежде всего спасение в повышении рождаемости. С другой стороны, рождаемость нельзя повысить, если потребность семьи в детях останется на прежнем уровне. Русские семьи будут рожать только в том случае, если они осознают, что дети – это главная ценность семьи. Также необходимо обратить внимание на воспитание мальчиков, будущих отцов семейств. Воспитаем настоящих мужчин – будет крепкая семья. А привести к пониманию этого может православная вера, которая учит людей воспроизводить в своих семьях вековые духовно-нравственные традиции. И через них любить семью и детей, и тем самым вносить свой вклад в укрепление и развитие нашего Отечества. Псалом 106.39.40 Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестия на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. 1 Царство 2.5.6 Господь умерщиляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. 2 Параполименон 15.5.6 В те времена не будет мира, не выходящему, не входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. 3 Народ будет сражаться с народом и город за городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. 4 Псалом Давида на единоборство с Голиафом. Я меньше братьев был, о Боже, и всех в дому отца моложе, и пас отцовские стада. Но руки отрока тогда Псалтирь священную сложили, персты настроили ее, и имя присное твое на вещих струнах восхвалили. И кто о мне тебе вещал, ты сам услышаться изволил, и сам мне ангела послал, и сам отстад отцовский взял, и на голову молодую пролил, елей помазанья святой. 5 Великие братья и красивые, но не угодны пред тобой. Когда ж Израиля на бой на племенник горделивый позвал, и я на злую речь пошел к врагу с топою верной, меня он проклял всею скверной. Но я исторнул вражий меч, и исполина обезглавил, и имя Господа прославил. И имя Господа прославил, и имя Господа прославил, и имя Господа прославил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Смерть». Том 29. Вопрос 3997. Читая высказывания разных деятелей и родных на смерть Солженицына, что-то новое нашли для себя. «И не изменилось ли ваше мнение о нем? Что из того, что говорили о нем, относите в какой-то мере и к себе?» Ответ. Нисколько. Я постоянно молился за него, за живого, чтобы он родился с Иши, и молюсь и ныне о покоении его души. И чем больше читаю самых разных воспоминаний о нем, тем более убеждаюсь, что он не был евангельским христианином. И очень уж похоже на то, что он был принят в масонскую ложу, ибо нигде о масонах ни слова не говорит. И все о Боге такими обтекаемыми фразами поминает, как и в протоколах сионских мудрецов. Вот. Аргументы и факты. Номер 32. 2008 год. Страница 3-4. Без Солженицына. Цитата. Его непримиримость критиковали даже коллеги по цеху. Моль, сколько же можно обличать, жил бы уже спокойно. А он спокойно не мог, потому что, как сказал однажды сам Александр Исаевич, душа воспитывается в мучениях. Это счастье, что меня посадили. Сам Солженицын стал живым олицетворением совести и боли. А для власти самым неудобным человеком на земле. Россия избрала самый искривленный и самый тяжелый путь расставания с коммунизмом. Адская жизнь обычно достается праведникам. Газета Труд, 19 марта 1998 года, страница 4-я. Цитата. Вернее, название. Строить Россию нравственную. Цитата. Родина во лжи. Эта тема сознается писателем как национальная трагедия, корни которой уходят еще в допетровские времена. А финал обозначается в наши дни. Ложь современной России, истребляемой и истребляющей себя всякими возможными способами – это непреодоленное раскаяние от того многократно усиленная ложь, ложь атеизма и коммунистической идеологии, тоталитарной государственности и, в кавычках, пролетарского интернационализма. Но ложь России советской, в свою очередь, впитала в себя, безобразно умножив и усугубив, ложь России царской, ложь церковного раскола, крепостничества, бюрократизма и имперских амбиций. «Мы должны строить Россию нравственную, или уж никакую, тогда и все равно», – убеждает Солженицын. Солженицын, возможно, единственный последователь и продолжатель духовных исканий Достоевского. Сегодня, говорил он в 1983 году, мир дошел до грани, которую, если бы нарисовать пред предыдущими веками, все бы выдохнули военный голос – апокалипсис. «Мы свидетели подневольного разрушения, а где и добровольного саморазрушения мира». Весь XX век втягивается в воронку атеизма и самоуничтожения. Василий Розанов сказал о Чернышевском, «Конечно, не использовать такую кипучую энергию для государственного строительства было преступлением, граничащим со злодеянием. С самого Петра I мы не наблюдали еще натуры, у которой каждый час бы дышал, каждая минута жила и каждый шаг овеян заботой об Отечестве. Уже ли же та вечная судьба России ум, энергию, волю самых любящих своих сынов, самых бескорыстных и искренних не использовать? Но если нет пророков в своем Отечестве, то это наша вина. А не услышать сегодня Солженицына, не внять его слову, будет преступлением, граничащим со злодеянием. Газета «Известия» от 6 августа 2008 года, страница 1 и 2. Цитата «Похоронят за алтарем храма Иоанна Лестричника на старом кладбище Донского монастыря. К 11 утра, когда начиналась церемония, народу пришло, если честно, совсем немного. Подтягивались поодиночке или небольшими вереницами, но милиция ухитрилась из них создать очереди. Видел бы это Солженицын, хотя, конечно, именно он и не то видел, и не удивился бы, всматриваясь в его лицо, не веря, качали головами, крестились, кланяясь в пояс, а кто и в пол. Один старик плакал на взрыв, как ребенок. Путин положил букет роз к ногам, пристально посмотрел на Солженицына, чуть заметно поклонился и, наскоро перекрестившись, подошел к Наталье Дмитриевне. Они поговорили минуту-две, после чего Путин, поцеловав ее в щеку и, пожал сыновьям Степану и Ермолаю руки, не подходя больше к огробу, быстро вышел из зала. Через минуту его кортеж уже выскочил из Академии наук. Снимок. Ермолая с бородкой и с сыном, возраст его около пяти лет, на руках, оба в галстуках. Газета «Известия» от 5 августа 2008 года, страница третья. Цитата. На Ставрополе похоронены его отец Исай и мать Таисия. На Ставрополье похоронены его отец Исай и мать Таисия. В селе Саблинское проживает двоюродная его сестра Ксения Загорина, двоюродная сестра писателя, его единственная близкая родственница на Ставрополье. Вскоре после прихода к власти Михаила Горбачева приехал известный человек из Союза писателей СССР. «Я его спрашиваю, вы ж, наверное, тоже за колючку свою когда-то ставили против Александра?» «Говорит Ксения Васильевна. А он давай отнекиваться». Пишут далее. «Как жаль, что пришло время уступить этого человека в вечности. Александр Солженицын шел рядом с нами по жизни, исполняя долг ему предназначенный. Солженицын весь был не просто писателем, он был главным продолжателем учительской русской литературы, которая в 20 веке фактически оказалась утрачена. «В самом его облике было что-то апостольское. У него масштаб судьбы, кого ни у кого другого не было. Довоенное советское прошлое, потом война, потом... Простите, у него масштаб судьбы. Кого ни у кого другого не было. Довоенное советское прошлое, потом война, потом зона, потом рак, потом высылка, Нобелевка. Такой набор одному человеку выдержать трудно. Солженицын – человек великой судьбы, избранник. Этот масштаб и то, что он ему соответствовал, отличает его от многих. Это не сумма, а цельный исторический кусок. Человек равен эпохе. Что гениально было в поведении Солженицына, так это то, что во время хрущевской оттепели и публикации одного дня Ивана Денисовича, он воспользовался своей временной славой, чтобы глубоко залезть в архивы, а не для того, чтобы стричь купоны. Получается, что он ограбил чекистов, что замечательно было видно и по тому почти персональному гневу, который прозвучал при его высылке. Если Сталин, то он анти-Сталин. Он умел отражать в другом знаке то зло, которому явился свидетелем и страдальцем. Он очень дорожил ролью великого писателя, которое ему выпало, и хотел и старался ей соответствовать. Он взялся в борьбу с системой, когда ему на плечи уже легли годы в лагерях. Он ввязался в борьбу с системой, когда ему на плечи уже легли годы в лагерях. Он хотел олицетворять голос народа, но народ тоже разный, менялся и сам Солженицын. Сложность такого человека, как Солженицын, прекрасна сама по себе. Это не ошибка, а нормальное качество, которое не может умолить масштабы его фигуры. Газета «Известия» от 5 августа 2008 года, страница 1-2. Заголовок «Солженицын многим из нас выправил душу». Цитата «Когда Александр Иванович Солженицын вернулся, он не нашел Россию такой, какой она нужна была ему. Он ждал страну, которая услышала бы его, желала бы обустройства и осознания своей великой роли. А над ней нависло едва ли не то же, в кавычках, «красное колесо», только в другом обличии. Под лозунгом «Свободы и демократии» шел развал империи, горело там и здесь. Горячий дым пожара надувал баснословные и позорные состояния. А рядом ломались судьбы и бедствовали люди. Он понимал, что не политик, а без поводья в власти обустройство не начнешь. Он понимал, что глубина, с которой он видел прошлое и будущее России, не будет усвоена лукавыми и незрелыми умами. Ни к чему она им. Опасно, враждебно. И полной ложкой хлебал великий писатель и мечтатель, что составляет неотъемлемую горечь величия – непонимание. Решимость, с которой он заглядывал в бездну, ища там суть, почти безрассудна. Дмитрий Медведев, президент России, двоеточек, кавычки открываются. Это невосполнимая утрата для России и всего мира. Вся жизнь Александра Исаевича была отдана Отечеству. Он служил ему как истинный гражданин и патриот. И всем сердцем болел за судьбу российского народа, за справедливое устройство страны. Неустанная забота его была формирование нравственных и духовных идеалов. Он считал их важнейшей опорой государства и общества и боролся за их торжество. Конец цитаты. Патриарх Алексий Второй, двоеточие кавычки открываются. Будучи человеком талантливым, неординарным и деятельным, Александр Исаевич прошел непростой жизненный и творческий путь. Испытание всегда принималось смирением и христианским достоинством. Молюсь, владыке жизни, Господу Иисусу Христу, об упокоении души новопредставленного раба Божия Александра в обителях небесных. Где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Митрополит Кирилл, двоеточие кавычки открываются. Пророческое служение, которое почивший нес долгие десятилетия, помогло многим людям обрести путь к подлинной свободе, нравственному осмыслению жизни. Он смело обличал неправду и несправедливость, давал власти и обществу мудрые советы о том, как достичь лучшего будущего. Как православный христианин Александр Исаевич всегда болел душой о деле Божием, участвовал в церковно-общественной дискуссии. За это многие архипастыри, пастыри и миряне нашей церкви, среди которых и я, неизменно были ему благодарны. Иные говорили, он был фантастически трудолюбив. Он всегда мечтал так обустроить нашу землю, чтоб на ней хотелось жить. Но, думая о мире дольнем, он всегда был приобщен к миру горнему. Я разговаривал с ним последний раз примерно год назад. У него был совершенно иной, не такой, как прежде, голос. Чувствовалась в нем какая-то отрешенность. Он словно готовился уже к встрече с другими сферами и отправился туда с чистой душой. Он отвечал за свои слова всю жизнь. Причем отвечал такими делами, что не наши игрушечки. Причем отвечал такими делами, что это не наши игрушечки. Он сказал, пусть каждый день поступком отпечатывается в жизненный путь. Именно с его подачи бились над вопросом, как обустроить Россию. Этот вопрос можно добавить традиционными российскими вопросами. Кто виноват и что делать. Именно в такой постановке он питал реформаторов. В последнее время мог быть назван действительным олицетворением совести нации. И означает то, что власть нуждается в такого рода людях. Но теперь даже трудно сказать, кто может в этой нише заменить Александра Исаевича. Солженицын Александр Исаевич родился 11 декабря 1918 года в казачьей семье. 1936 год поступает на физмат Ростовского университета. 1939-й параллельно становится заочником Московского и ФЛИ. 1942-й по 1945-й фронт. Путь от Орла до Восточной Пруссии. 1945 год арестован. Фронтовая контрразведка за критические замечания о Сталине, высказываемые им в письме другу. Приговор. К восьми годам лагерей. 1953-й. На вечное ссыльно поселение. 1955-й. Болезнь. Рак. Операция. Снова болезнь смертельная. И вдруг сама собой отступает. 1962-й год. Ноябрь. Один день Ивана Денисовича. Печатается по личному разрешению Н.С. Хрущева. Начало всемирной славы Солженицына. Тщетно выдвигают на Ленинскую премию. 1968-й. Знакомство с Натальей Дмитриевной Светловой. Математиком, диссидентом, которая станет его второй женой. 1969-й. Исключение из Союза писателей. 1970-й. Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе. От поездки в Стокгольм отказывается. Могут не пустить обратно. 1973-й. После обыска, проведенного КГБ, повесилась машинистка Солженицына Елизавета Воронянская. В Париже выходит первый том архипелага. 13 февраля 1974-го года арест. Лишение советского гражданства. Высылка в ФРГ. Вскоре переселяется в Швейцарию. 1976-й год переезд в США. Город Кавендиш в штате Вермонт. 1989-й. После долгой цензурной отстрочки печатаются в России главы архипелага и Нобелевская речь Солженицына. Что ознаменовало окончательную отмену цензуры. Август 1990-й. Возвращение советского гражданства. И в сентябре того же года, тиражом 27 миллионов экземпляров, в СССР был опубликован его манифест, как обустроить на Россию, начинающийся словами. Часы коммунизма свое отбили. 1990-й. Отказ от государственной премии РСФСР за архипелаг. Не могу собирать на ней подсчета. 1994-й. Возвращение в Россию. Путешествие через всю страну на поезде. Выступление в Государственной Думе. Встреча с президентом Борисом Ельцином. 1997-й. Избран действительным членом Академии наук Российской Федерации. Учреждение собственной премии. 25 тысяч долларов. Отказ принять орден святого Андрея Первозванного. Возникли разногласия между Солженицыным и Сахаровым. Солженицын верил в свою утопию. Каноническая православная воцерковленность Александра Исаевича для многих его читателей и почитателей стала новостью. В самых известных вещах Солженицына обретение веры и религиозности не были главными темами. Когда читаешь 200 лет вместе, появляется ощущение, что у писателя возникла иллюзия окончательного решения еврейского вопроса. И опять же, одних это радовало, других раздражало. В последние годы мы увидели Солженицына в полной гармонии с властью. Что тоже несколько неожиданно для русского писателя, особенно такого как Солженицын. Но он никогда не боялся жить не по шаблону. Конец цитаты. Экклесиаст 2.18 И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Книга Иова 27.8 Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторнет Бог душу его? Лука 12.20 Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? От Луки 9.25 Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Матфея 4.8.9 А опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это тебе, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Подражайте мне, как и я, Христу. Разве не похвастался здесь Павел? В этом подражании чудно прорастут все послания, какие он оставил. Павел был, конечно, экстремист. В самом лучшем понимании слова. К этой планке только устремись и готовность спрячь при изголовье. Подражали прежде старцу Аврааму, нож точили и на сыновей, на пьянчуг, на мотов жуть упрямых, мужеством тьму нежности развей. Подражайте мне, язык не повернешь, чтобы смело без натуги брякнуть, не стыковки чередою сплошь, и не знамя держишь, просто тряпку. В каждом деле вздохи отношения, дух святой, чтобы нами так владел, в нас Христа увидел и чеченец, не Аллах Акбар, Христос воскрес, запел. За собой самим никак не усмотреть, потому на пользу чудообличения и на них не обозлиться впредь. Нас никто не упрекнул хоть чем-то. Подражай же душенько Христу, не мечтая застрятия на фаворе, грех высасывает силы словно спрут. Кто рожден был свыше, тот не спорит. Подражание — метод воспитания. Самые легкие у зверя и птиц. Даже в норках, даже меж кустами, слышен писк с шуршанием и виск. Господи, соделай образ новым. Мой характер, веру, подражание, разломая в душе моей засовы. Раб ленивый дичь свою не жарит. 17 июня 2008 год Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Смерть». Том 30. Вопрос 4059. В «Криминальной хронике» много пишут об убийстве стариков, которые сами же открыли двери своих квартир, кто бы им не позвонил. Как оградиться от этой напасти и как поступили в таком случае святые? Живи они в городе. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Старики услышали из-за двери, что пришли из Собеса или из другой организации, которую они жаждали иметь у себя в доме. Особенно, если дело касается пенсии или участкового врача. Тут все двери нараспашку. К последнему вздоху под ударом топора по черепу от Раскольникова. Значит, очень уж вожделели этих субъектов и получили желаемое. Удивляться приходится только одному. Почему же это не случилось много раньше? Поставьте себе правило. Никогда не открывать без молитвы. А прежде всего, готовьтесь к смерти, чтобы не согрешить ни делом, ни языком. Книга Серахова 8.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. Вот образец того, как поступали святые, когда точно не знали, кто же пришел к ним. Житие святого Филиппа Андорского. Память 14 ноября. Дьявол в образе монаха стучит к нему в дверь. Филипп говорит ему, сотвори молитву. Дьявол читает ясно и четко, как отлично знающий содержание молитвы. И ныне и пресно и вовеки. Эту молитву с ее начала должен читать приходящий за двери так. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. А вторую часть этой молитвы принимающий гостя. Филипп трижды просил читать молитву сначала, как положено. Но безуспешно. Тогда он говорит пришедшему к нему через дверь. Ясно, четко и громко. Читай за мной так. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Дьявол не смог вымолвить этих сакральных и убийственных для него слов и тут же исчез. А теперь вместо дьявола подставьте мысленно того, кто пришел по воле этого же самого дьявола, чтобы убить пенсионера. Да сначала созвониться нужно с родственниками, рассказать им о деле. Кто мне недавно стучится, ко мне недавно стучится рано утром в верующий человек. Я через дверь, не открывая ему, прошу прочесть молитву и вопрошаю после молитвы. Кто же это, чтобы и по голосу еще узнать. А если и тогда не узнал, прошу выйти на улицу и встать пред окном, чтобы я хорошо его рассмотрел. А потом переспрошу через дверь же один ли он пришел или с кем. Притом, если солнце уже коснулось горизонта, то ко мне можешь не приходить. Ты никогда уже ко мне не проникнешь. Так вот, этот брат, хорошо знающий меня, Когда я ему отпер дверь, то он даже еще не перекрестился, не сделал положенных трех поклонов с Иисусовой молитвой, а прямо сразу же с вызовом и дерзко. А меня не надо испытывать. Да, затем он помолился, сказал, мир дому всему. Тогда я ему стал разъяснять его поступок. Я сказал, Иоанн Златоуст утверждает, что смирение есть мать всех добродетелей, а дерзость мать всех пороков. Я спросил тебя по правилу наших отцов, а ты уже за дверью завелся и какая-то сила раздирала тебя настолько, что ты даже молитву не успев совершить, тут же дерзко так и с вызовом бросаешь мне свои негодные слова. Зачем? Тебе не нравится разве наша дружба? Если я буду поступать опрометчиво, то меня не будет, меня убьют, как соседку два года назад. Если ты так будешь дерзко разговаривать, то я сразу же увижу, что это и есть от демона, ибо сразу же его распознал. 2 Коринфянам 2.11 Чтобы не сделал нам ущерб на сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Филиппу Андорскому демон не отвечал так грубо и вызывающе дерзко, но скромно читал молитву, хотя и говорил вторую часть словословия, которую не он должен вычитывать. А ты отвечаешь более дерзко, чем тот парши дух. Хорошо ли это? Исайя 58.4 Вот вы поститесь для ссоры, распри, для того, чтобы дерзкую руку бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Сирахова 10.23 Боятся в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчивого в словах. Домоправителем меня Господь назначил, да вовремя кормлю послушных слуг и вас, и всех, и никого иначе, о том в Евангелии высказано вслух. Кормить, но чем? Из-за кромов пустых ни первым, ни последним не подали. Уперлись в бисер девства и в посты, и так идет из самой дальней дали. Монахи перли в жуткое бесплодие, со зверем диким запросто братались. Равноапостольным восстанет князь Володя, благоукрасят церковь в храм сусальный. Кормежка шла обычно через уши, ослышание вера в сердце зарождалось. Порядок входа в церковь был порушен, о том скорбеть и погружаться в жалость. Некорменный, голодный, агрессивный люд рванулся в церковь, ожидая льготы. На должности обеды из десятка блюд, раздолье карьеристам, аферистам подлым. Кормились все от царского стола, и не христианин был грозный Константин. Апостольские миски вылежут дотла, на истинную проповедь строжайший карантин. Представим мысленно, что рядом Павел, мы по посланиям его ведем расклад, куда апостола Синклит святой отправит. На всех дорогах ждал бы Понтий и Пилат. Кормить овец заморенных непросто, когда разбойники попы в кошарах сторожа, а они на митру выше Павла ростом, и от прелюбодеев позволят лишь рожать. Что на столах, заблеванных в тарелках, патриархийный волк сумел сварганить. Не по Евангелию крестят в чашке мелкой, и к чаше скопом допуск всем поганым. 8 ноября 2008 год. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Грандиозное шоу с неимоверными тратами при быстронещающем народе. Комсомольская правда на первой странице возле портрета живого патриарха в куколе. На правом плече оказался штрих-код, пишет. Помолитесь о нем. Вот текст заупокойной молитвы. Упокою, Господи, душу новопредставленного раба Твоего, Святейшего Патриарха Алексия. Сохраняю орфографию. Все местоимения, относящиеся к Богу, пишутся с большой буквы. «Твоего ты Он». Все три слова с большой буквы. Здесь же все наоборот. С большой буквы пишутся эпитеты, относящиеся к грешному покойнику Святейшего. С большой буквы. А о Боге твоего с маленькой. Когда говорится о Боге, то во всей Библии пишется только «Святой». Есть еще и сравнительная степень «святее», превосходная степень «святейший» и «наисвятейший». Слово «свят» в разных словосочетаниях во всей Библии встречается 1035 раз. И ни разу Бог не называется «святейшим». Это слово встречается в Библии только всего четыре раза, когда говорится о храме и о вере христиан. 2 Маковинская 5.15 Он дерзнул войти в святейший на всей земле храм. 3 Маковинская 1.17 А матери и кормилицы, оставляя и здесь, и там новорожденных детей, иные в домах, другие на улицах, неудержимо сбегались во всесвятейший храм. Числа 18.10 На святейшем месте ешьте это. Все мужеского пола могут есть. Это святынею да будет для тебя. Иуда 1.20 «А вы, возлюбленные, назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Все. Так, простите. Иуда 1.20 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Все остальное названо дымным надмением мира сего. Патриарх жил в этом дыму словословий в лютой неправде, и по смерти еще наговорили о нем составы неправды. Он идет к Богу Святому, как один из величайших грешников на планете. И его уже отошедшего от своего гниющего тела называют не многогрешным, а нафематствованным, а святейшим пред Богом, всего лишь святым. Ясно, что с таким эпитетом человека Бог не должен даже посметь судить или выговорить ему, а просто уступить ему свой престол Саваофа согласно эпитету Святейшей. Откровение 15.4 «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись судьбы Твои». У меня нет телевизора, но я слушал по радио всю эту процедуру. И кого только не нанесло на похороны, с кем он в своей жизни икшался, те и прибыли к его одру. Откровение 18.2 «Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». По всем канонам вселенских и поместных соборов патриарх должен быть тысячекратно низвержен, отлучен и предан анафеме. Люди же, совершенно не знающие Писания и не имеющие страха Божия, уже при жизни канонизируют его как безгрешного Папу и небогрешимую греховность. В аргументах и фактах тоже на первой полосе поместили фотографию Редигера Дроздова и оповестили «Он молился о каждом из нас». Как и о чем он молился? Если меня он узнал и спрашивал лично по имени Амния у епископа Антония, и однако же даже на посланные ему составленные мной симфонии книги ни буковки не прислал, то как он мог о каждом молиться? «В это за каждого вхожу и я. Лично я молился о нем, всегда и ежедневно с произношением его имени, и при жизни его, и после смерти его. Он нуждается в помощи. Но помогут ли ему эти наши ходатайства?» Экклесиаз 9.4 «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». Широко было оповещено о видении Патриарху с того света 28 октября 2002 года святого Феодосия Печерского. Информация о видении помещена в интернете на сайте А.Р.И. Агентства о русской информации. По сообщению этого агентства Патриарх Алексий передал дословно то, что он услышал от старца Игумена. Двоеточие кавычки открываются. «Отпали от Бога ты и многие братья твои, и к дьяволу припали», – произнес святой. «И правители Руси не правители уж суть, а кривители. И церковь потворствует им. «И не стоять вам по правую руку от Христа, и ждет вас мука огненная, скрежет зубовные страдания бесконечные, аще не опомнитесь окаянные. Милость Господа нашего безгранична, но слишком долг для вас путь к спасению через искупление бесчисленных грехов ваших, а час ответа близок». Прошло целых шесть лет после этого известия. «И что патриарх обличил правителей, разграбивших страну, отдавших ее в руки Христа ненавистников? Господь затем воздвиг обличителя из среды епископата Диамида, но они и его отвергли. Ни живым, ни мертвым обличителям не верят, и потому нет им никакой надежды на спасение». 2 Парлипоменон 25.16 «Когда он наговорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк сказать, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие, и не слушаешь совета моего». 3 Пышные похороны иногда даются тем, кто в жизни сделал какое-то доброе дело, и Бог как бы рассчитывается с ним, чтобы в вечности этот прославляемый людьми грешник мог получить только одно мучение за свое упорство и нераскаянное сердце. 4 Жития святых далеко не все описывают, сколько раз подобные явления были, но они все же есть в книгах. 5 Повествуется о том, что как жестоко ошибаются духовно слепые людишки, когда видят одно, и не зря скрытого от них. Внешне все богато, поют хоры, кодят ладо, сгорят свечи, а в действительности тут разыгрывается языческий спектакль в отьме суеверии «Бесовский шабаш». Об этом православным сердцам ох, как больно слышать. Но лучше здесь это принять к сведению, когда еще можно раскаяться и что-то изменить, чтобы не стоять с левой стороны от Христа. Бог истинного вместе с правителями, кривителями, с оборотнями, с оборотнями безбожными в рясах, жидовскими, хитрющими предтечами антихриста. Так, простите. Еще раз. С оборотнями безбожными в рясах, жидовскими предтечами антихриста. Память 20 января. Еффимий. Он говорил, еретики – это видимые бесы. Описывается о том, как в Египте все считали одного старца святым, а Еффимий видел, что дьявол вынимал из него душу трезубцам. 23 июня память. Покаяние Феофила. Дьявол гладил его по бороде и целовал уста. «Только слушайся меня», – сказал дьявол. «Дам власть больше епископской». Бесы шли с зажженными свечами и в светлых одеждах. Память 2 октября. Андрей Еродивый. Когда хоронили богатого, то он видел, как бесы кропили тело его зловонной водой и сыпали пепел и проклинали похоронную процессию и в первую очередь священнослужителей. «Видел однажды похороны неверующего богатого, священники пели со святыми у покоя, а бесы в это время кропили умершего зловонной водой, сыпали золой и говорили, бедные христиане, человека повинного во всех грехах ублажают». И видел это только один человек всегда. Значит, может же быть такое ослепление всех до одного, когда дух лжи во всех репортерах и во всех референтах, патриарших его окружений. Третий ассар, 22-23. «И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех-всих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. Выступают с похвальными речами иереи, и архиереи, и не отпевают грешника, как будто оторжественно сопровождают праведника в небесной обители. И за четыре часа сего торжества имя Христово и Слово Божие не упоминается, не считая названия храма Христа Спасителя. «Да и нужен ли этот монстр богатых, знатных, сопровождают при жизни и после смерти неимоверные траты? Здесь было задействовано и оторвано от до президента его сподручних сотни, и сколько и откуда приехало масонов и нехристей, и горы белых и алых роз». Евангелие от Луки 16.23.31 И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама, и Лазаря на луне его его запив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Как прошу тебя, отче, пошли во в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисея и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». После смерти всего лишь два варианта, два места – в рай или в ад. Все остальные придумки для поповского кармана, и для ленивых, и безверных. И потому нужно проигрывать перед собой мысленно оба варианта. До суда Божия никто не знает, где сей человек, за редким исключением. «И судить Бог будет согласно Слову Божию». У них есть Моисея и пророки, Библия, Ивангелия Таана 12, 48. «Где душенька Алексея теперь придет одна по мытарствам, где ему вечность проводить? Строительство храмов и открытие монастырей – это не духовная жизнь, а пустота может быть». Ивангелия Таана 23, 38 «Все оставляется вам, дом ваш пуст. Считают количество зданий под куполом, а это все могут быть только страшные вертепы разбойничьи». Матфея 21, 23 «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». В каждой газете выставляют великую заслугу советскому патриарху открытие 600 монастырей и строительство 25 тысяч храмов. Да это же все по разнарядке властей, с которыми был патриарх спутан. Всю свою сознательную жизнешку дрожал, боялся, слово вопреки людоедскому режиму сказать. И от той власти получил ходатайство на получение сана и леготы и награды. Он и тогда до небес кадил во славу КПСС и этой антинародной власти все из той же кадильницы с языком дифирамбы издавал. Да какая же трудность была ему с открытием этих публичных храмов, под которые отдавали с легкостью дома культуры иные заведения. Намного труднее было Алексею Первому, когда при Хрущеве подряд закрывали храмы. Этот же Алексей Второй только бумаги подписывал, а сегодня пишут сокрушенно. «Сердце патриарха не выдержала скоропостижная смерть» и «Беспринципные врали». И.О. 24.25 «Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?» Премудрость. 28.11 «Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Патриарх Редигер делал очень многое вопреки канонов церковных. Так и не вылез из экуменического сброда. Из экуменического сброда не предал анафеме треклятую декларацию Строгородского. «Если брать во внимание, что сказал Иоанн Златоуст, то большая часть священства погибает. И если вспомнить, что открыто было убогому Серафиму Саровскому, цитата, «Но Господь ответил, не помилуй их, архиереев, ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня». «Если поверить, что умер раб Божий Алексий внезапно, без раскаяния в злых делах и деяниях мирового масштаба, если открыть Библию и расслышать ее», премудрость Соломона 6.5, «Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, но начальствующим предстоит строгое испытание». Но получается совсем уж мрачная картина загробной участия этого несчастного человека, умершего, отошедшего на суд Божий на 80-м году жизни земной, не евангельской, не апостольской, не благовестнической, не подвижнической. Неужели так и не был послан к нему ни один пророк от всемогущего Бога Иеговы, чтобы сказал прямо в глаза ему, Иеремия 20.19, «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Самоов. Иван Глиатана 12.48, «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Товарищи попы, прошу вас, помолчите хотя бы полчаса, не митингуйте яро, на выходе большом вы куколки-личинки, все одинаковые, и молодой, и старый. Умолкните и дайте место Богу, пусть Он хотя бы раз заговорит, и не играйте роли, не дотроги вам не знаком, ни русский, ни еврит. Вот первые понятные глаголы на русском, с детства пользуйтесь им, он вами перетерт и перемолот, а в церкви вне закона идти с ним. Вначале сотворил Бог небеса и землю, вначале было слово, слово Бог, потом невежды на Него насели и вытеснили прочь за храмовый порог. Не дергайтесь под тесною попоной, Бог вытряхнет вас, как не раз случалось, и не бравируйте значимостью поповской ни животом, ни гривой рыжей чалой. К вам послано божественное слово, оно дошло через святых пророков, дороже всех постов, земных поклонов. Как вы посмели шепелявить против? По слову Божию Бог будет нас судить. Тогда о чем же толковать посмели? К Нему не привели слепых овец следы, просуетились над мощами мелко. Расхристанное паство, ваша полнота, темнее ночи в царстве фараона. Не тот устав, и жизнь пошла не та. Вы искалечили их задолго до фронта. Теперь ответить всем вам предстоит за суеверие, шаманство, отступление, евангельская вера. Вот надежный щит до исправления. «Не вставать с коленей». 29 декабря 2008 год. Игнатий Лапкин. Перерыв. Перерыв. «Не вставать с коленей». «Не вставать с коленей» «Не вставать с коленей». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...